Всем привет, с вами Мосс. Сори, ребят, на прошлой неделе нового выпуска Фудлайф не было, всё же я все силы сосредоточил на сборках по лигам всяких составов, и работы тоже было много, просто уже физически я не успевал смонтировать это видео. Но на прошлой неделе было на самом деле о чём рассказать, было что показать, и как я и обещал в этой рубрике, я показываю вам всё, что происходит в моём клубе, все изменения, поэтому сейчас будем наверстывать упущенное. В этом ролике вы увидите все награды за Squad Battle, за Weekend League, плюс я дам те самые обещанные советы о том, как можно предсказывать те самые центральные титульные матчи в СБЧ и как на этом зарабатывать, ну и в-третьих, как следует из названия, я постараюсь ответить на вопрос, можно ли в итоге таким, ну более-менее бюджетным составом добиваться серьёзных успехов Weekend League. Приятного просмотра! Для тех, кто пропустил прошлый выпуск, напомню свой основной состав, в котором почти все матчи прошлой Weekend League я и отыграл. Его цена не превышает сейчас 150к монет, у соперников, за редчайшим исключением, бюджетнее я не встречал. Пожалуй, не буду перегружать вас инфой о том, как проходили матчи, давайте сразу к результатам. 25 побед, золото 1, и я этим вроде как не самым сильным результатом доволен. Почему? Всё просто, все 40 матчей я отыграл одним днём, забыв, что такое сон более чем на сутки. Во-вторых, соотношение стоимость состава результат тоже неплохая. Ну и в-третьих, можно с уверенностью теперь сказать, что в этой FIFA, несмотря на то, что от качества игроков всё стало зависеть намного больше, брать нищебродами элиту реально. Сам не люблю эти если бы, да кабы, но если эти 40 матчей равномерно разнести на 3 или хотя бы 2 дня, 29 побед были бы у меня в кармане, уж я от себя знаю. Вообще, минувшая неделя прошла под флагом Хэллоуина, в течение нескольких дней выходили всякие интересные и не очень СБЧ, на которых удалось немного подзаработать. Ну и некоторые испытания я и сам, разумеется, выполнил. Ну а в среду вышли центральные матчи, мой самый любимый и самый простой способ разжиться золотишком. Как и полагается, подготовлен я был заранее, игроками затарился неделей ранее и прибыль снова была неплохой. Жаль, только из второстепенных чемпионатов пары не угадал, они в плане Навара всегда самые жирненькие. Ну а теперь ценная инфа для тех, кто спрашивал, как заранее предсказывать те самые центральные матчи. Во-первых, интересуйтесь реальным футболом и смотрите расписание мировых лиг на 2 недели вперёд. Понимания, что такое дерби и сикспойнтер, лишними тоже не будут. Есть ещё более удобный и простой расклад для тех, кто не хочет заморачиваться. Это прогнозы в пабликах, посвящённом FIFA. Самый крупный и информативный это Forecast FIFA 18. Скажу честно, эти ребята супер толковые. Помимо прогнозов на титульники, они делятся всевозможной полезной инфой в плане заработка, какими игроками лучше закупиться, когда их выгоднее продать, выкладывают самые выгодные сборки СБЧ, плюс все возможные прогнозы на будущие сборки по лигам, на игрока месяца ВПЛ и так далее. Что мне больше всего нравится, в ленте нет воды и мусора. Каждый пост по делу и на каждом реально заработать. Не даром паблик сотрудничает с серьёзным ресурсом FIFA Analytics.com. Пиар-пиаром, но я сам лично подписан на группу уже больше года, и в этом случае, поверьте, знаю о чём говорю. Если ещё не подписаны, срочно исправляйте, ссылки я оставлю в описании ролика. Теперь по традиции давайте вскрывать ворох паков, которых я насобирал за неделю. Первые на очереди награды за Элиту 1 в Squad Battles и еженедельные промо-наборы. В халявных паках были экраны, но, к сожалению, это лишь Пирейра, а вот в наградах за СБ один из мега-наборов дал Алвиша и уже в который раз Роуза. Первый стоит 4К, а второй чуть более 10, скромно, но монеты лишними не будут. Награды в Уикенд Лигу я ждал на минувшей неделе, с особым трепетом всё же за золото 1 паки идут неплохие. В первом же наборе зажигаем оранжевые звёзды, скрим, мусонда и первый мой волкаут в 18-й FIFA. С одной стороны прикольно, с другой, насколько я понимаю, это самый низкорейсинговый волкаут во всей игре. Кстати, в том же паке притаился Пепе, оба стоят в районе пятнашки, для начала неплохо. А вот второй пак в лучших традициях клуба, тут уже без комментариев. Были ещё в течение недели около 10 паков за СБЧ, которые я выполнил, в том числе и те же центральные матчи. Я не знаю, почему так происходит и надеюсь, что когда-нибудь этот порочный круг будет порван. Этот вот тролль из Баварии оказался в итоге лучшим, что выпало где-то за 10 сборок. Так или иначе, на этой неделе удалось поднять не менее 150 кусков и часть монет я пустил в расход. Во-первых, закупился под следующие центральные матчи, а во-вторых, немного улучшил итальянцев. Состав усилили Гамшик и Флоренцы, которого удалось, кстати, отлично заснайпить. А ещё я собрал в качестве второй, но равноправный с Кальчоа командой, отличный гибрид примерно за 200 тысяч. Карты раскрывать не буду, лучше сделаю в одном из ближайших видео его подробный разбор. Уверен, он вам понравится. Крайнюю Викенд Лигу, ну, то, что закончилось буквально на днях, я отыграл в похожих условиях. Скажу честно, мне это, как всегда, далось непросто. Вот, но, наверное, такую самую минимум задачу, поставленную перед собой, я всё же выполнил. Поэтому выдохнул, успокоился. И, честно говоря, в ближайшие недели не знаю вообще, стоит ли мне заходить в этот режим, чёртов. Вот, не пропустите следующий выпуск Футлайф, потому что в нём мы будем подводить вообще итоги за месяц. Какие составы нам удалось собрать, сколько нам удалось заработать монет, ну и вообще, насколько вот можно развить свой клуб без доната за один игровой месяц. Ну и к тому же мы откроем те самые месячные награды за Викенд Лигу. Это всегда прикольно, будут ещё паки, поэтому не пропустите. А если вам понравилось это видео, то влепите лайк и подписывайтесь на канал. А ссылки на группу ВКонтакте и на Твич я оставлю, как всегда, в описании видео. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся.